доброе осеннее субботнее утро я иду на тренировку и сейчас будут кадры о нашей встречи вышивальщиц которая пришла 26 августа в москве на нее принесли огромное количество шикарных работ все как мы любим это сэмплеры примитивы и я думаю вы отлично повышеваете проведете время за этим видео желаю вам приятного просмотра хорошего настроения вдохновения на вышивку мои любимые вышивальщицы и смотрите таня таня реализовала эту идею потрясающе и сделала блестку эти брошки брошки отличительный знак вышивальщиц особый клан масонский клуб а вот такие классные брошки теперь все будут друг друга узнавать и подавать тайные знаки а какой тайный знак что что это потрясающе сколько такой маленький стоит а большой а это так а вот это танин тоже это я покупала какой стильный сапожок очень стильно очень аккуратно все сшит это такая группа они просто подбирают или это глубок желаний нет нет просто глубок желаний у них много политики они собираются а вот они наши птички от свинтаны это 36 каунт и у меня вот оно вышито на 28 каунте здесь у меня серый кстати не покручу потому что у меня такого серого не было видимо в оригинале он более светлый теперь это обычный вот это красный такие потрясающие блокноты делают девочку вручную это все ткань бумага вручную вручную а все красота вручную деталь и можно такое заказать кисточки шнур а к ней раз подойдешь я думаю там у них лом будет а это таня себе заказывала и везде конечно же отличительный знак пчелка он становится постепенно таким отличительным теперь знаком вышивальщиц по которому они будут друг друга узнавать точнее мы будем друг друга узнавать потрясающе не данного очень это не то что мы с вами набрали или это чей-то это вот у нас вот этот дизайн материалы она есть она и есть смотрите на картинке она у них очень яркая я свою такую схему продала продала такую схему вот это смотри видишь думаешь так вышивальщицы шьют потрясающие сумки с вышивкой это французский дизайн чемоданчик от рта купить можно его на зоне смотрите тут что внутри игольница всякие различные отделения и кармашки чемоданчик кстати удобные для того чтобы даже какие-то работы с собой брать она здесь лежит рулон как раз для того чтобы накрутить работы сложить все 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 сложить и принести на самом деле удобно большая вышитая работа на конве крестика голден кайты три года работы красота а какой у нее размер 65 на 87 красота это больше я просто уменьшилась это ваш тоже а это переделан красивую сумку сделала аня с вышивкой это очень стильно это просто красота здесь кнопочка и кожаное такое основание как это смотрится так Танина законченная работа и дизайн от Перунов Свет. Конечно, все вот эти хрусталики, красивый бисер, они очень украшают работу и делают ее драгоценной. Хотя бы дальше что-то не было. А я себе на коричневом. Такая она прям в объемную. Я такое еще ни разу не собирала. Я не пробовала. Мне кажется, тут надо вот это считать, чтобы оно совпало, да? Количество стежков. Серединка на серединку. Она считает. Надо считать. А я... Не-не-не, она квадратная, там не сложно. Там просто 78 этих штук. То есть, один угол на серединку, а вторая. Ну, шикарная вещь. Я, честно, прям в восторге. Первая вещь, которую я вообще сшила глазами. Мне так это понравилось, что я теперь хочу барабанов. Я теперь хочу этих... Не так все сложно. Бескарнюшек, да. Прям чудо. Я тебе хочу сказать, что бисер уже такого нигде нет. Все раскупились. Все, видимо, под эту схему. Вроде бы, я так удивлялась. Но такие цвета, цитрон, да? Такие яркие. Вообще, куда их применить? И все, и нет нигде. Я даже уже была готова срыхать чуть-чуть. Я хочу сказать, что у меня там что-то осталось. Я его, знаешь, как я возьму вот это... Оля, подописывай. Верхгарбонат. Продается на черном вообще. Маленькие полотна. Вот все-таки мне нравится мелкий каунт. Я в дублю, наверное, толку-то. 32 каунт. Лонг док. А здесь прям фразы. А с другой стороны... Здесь этот рулон большой досталый. И вот еще. Что на такой ткани можно вышивать? Ну, хотя 250 на 27. В смысле? Внимание с вами. 25 на 27. Цель хороший, надо проверить просто. Синий будет здесь прекрасно смотреть. В лесу, вишневый сад. Вот такой ткани. Ну да, какие-то розовые. Очень красивые. На самом деле, если я смотрела, вот это. Я буду. Там 28. Не знаю, но... Ну, что там... Да, а это, значит, очень... Вам надо проверить каунт и размер каунт. Я не умею проверять, девочки. А, нужна линейка. Вам надо в чате... Зачем? Стичцу забиваешь, крест... Синенькая. Посреди манитка потекла. А, как ткань, да. Нужна линейка специальная, которая определяет камни. Да, вот у меня нет. Девочки... А, ну, вот уже написано. Флоба, тридцатый камни. А, где ты нашла? Так, а у кого это ниточки так сильно потекли? Это угол. Это угол. Это угол. Это сладолжив. Ну, я бы раз вижу, чтобы сладолжив. Ну, да. Причем так сильно. Причем, когда она их достала из воды все блок, это когда она начала гладить. Видимо, краска так. Это флоба и линейка. Вот тут написано все. А вообще, как на ней вы шли? Я никогда не обреживала. Очень красивая флоба. Она очень плотненькая. Похожа на линкс. Я в последний раз ее покупала. Она очень благодарная флоба. Через три лица, как обычно, мы шьем. Она очень приятная. Это в журнале сейчас. Вот этот? А это чья? Это мое. Это схема, которая вышла сейчас в журнале. А кто это ее напечатал? Ну, он сейчас вышел новый журнал. По-моему, Елена Эстеш, что ли, выпустила вот обзор журнала. Какая-то девушка от вас. То ли Екатеринбург, то ли Новосибирск. А, Елена Цвет, да? Она, у нее обзор журнала. Новый журнал сейчас вышел. Вышел? Вышел? Для именно вышки. Там много схем авторских. И вот одна моя. Вот эта мова схема, да. Я все жду тот журнал, правда. Мне пока его не прислали. А как называется? А называется как журнал? Ой, там. Я сейчас не могу. Как называется? Наталья Егорова. А, Наталья Егорова. Ну, у нас была журнал. Вот. И там вышла вот эта схема клубничное лето. У нас, оказывается, пока я тут занималась спортом, вышел, организовался новый журнал по вышивке крестиком, где огромное количество будет наших схем от российских дизайнеров в том числе. И вот эта схема Анны Кир будет в том первом номере. Сейчас мы найдем название журнала. И вот такие тут сокровища. А главное, Тань, все как так нравится, да? И женщины, и морщики, и гроб, конечно. Такие вот тут сокровища. Да, там уже работают. И там есть краски, они всегда под этим. Не, прям очень. Вы знаешь, что это как удивительно, что именно на вот голубом вот этой основе я первый раз увидела, что они здесь вот эти ягоды. А я никогда не умею делать вот эту. У меня почему-то путается. Не, не, там очень легко, да. Правда в этой подушке мне не хватило миссиров. Представляете, первый раз? Да, какой? А, зеленый. Да ты что? Да, перенеселся. Плюс-плюс, я же говорю. Плюс-плюс. Мы видели с Лизой отшит на таком, на безбелизмой, а потом на полу. На самом, опять, скромная. Да? Плохо, живите. Ну, консер. Да. Но мне нравится вот эта, которая белая, но там цветок не очень, но сама форма очень интересная. А вот это-то, это же мастер-класс. Вот это мастер-класс. Да. Это же Валадимирский верхошоу. Три с половиной часа люди сидели, вот это вышивало. Вот это вот, представляешь? Еще в самолете потом ночью дошивало, представляешь? Что тут шить, да? А вот так, цветочки и все шить. Ну, по правилам же надо там приспособиться. Знаешь, все равно, по правилам, кажется, два стишка и все. Но это почему-то уходит столько времени. А потом у тебя помните, поэтому как у нас там? А багет? Багет нет? Нет, это Рабжуниев. Александров из города Александров. А, да, да. Нет, это Сергей Аршаков. Сергей Аршаков, Краснодарский край. На Азоне можно купить его на продаже. На Азоне такое, видишь, продажер. Сергей Аршаков. А это не его Аня хвалила, Анна Ли? Не она его хвалила? Он там делает иголницы, подставки на куклу. Да, 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 да. Сергей Аршаков на Азоне, Краснодарский край делает. Вот такие есть и ВКонтакте. Есть мастер, который делает такие шкатулки. Но выглядит она, как будто эта шкатулка вот прям, ну, очень дорого выглядит. И даже текстура сама дерева, она потрясающая. Вот это, что мы делаем. Ну, да, ладно, да. На Азоне тоже Гархашов Владимирский. Тут, видишь, все эти релешки, всякие-всякие тутшвы. И Крестецкая строчка, и Гладьевы, и как там это, Панка, Роспись, наборный шов, карданги, ну, только там по-другому называется, да. А стяги, ну, только вот это стяги, да. Вот это стяги. Это мережки, получается, это мережки с настилом, где-то гладь, где-то вот наборные швы. Ну, тут что только нету, короче, новые нейронные связи. Вышел, ты мастер всех швовов. Вряд ли, ты мастер, вряд ли. Некоторые швы я повторюсь, так же точно совершенно, я просто не смогу повторить. Ну, а так мне очень понравилось, целый год работаю. Ну, это, конечно, сложно, мне было сложно, потому что, ну, выглядит это, конечно, шикарно. Еще интересный здесь способ, я нашла в книге, королевская вышивка, способ натяжки. Значит, нам же нужна была подложка, вот видишь, там же подложка есть, вон она, ткань. Значит, как натягивается, легко, очень, непросто. Любая ткань, любую вышивку можно так сделать, надо приклеить, то есть вот широкие концы, и вот эту вот ткань, рабочую ткань, да, любую, здесь у меня лен, можно любой хлопок, да, приклеиваем вот здесь к краешкам, а вот эту часть, вот эту оставляем неприклеенной. И потом уже самую вышивку мы просто здесь пришиваем. Когда ты просто пришиваешь, а не вот так натягиваешь, да, очень легко соблюсти ровный край, потому что ты спокойно шьешь себе, тебе не надо ничего прям натягивать, булавочками воткнул, и сидишь, вот шьешь, да, вот пришиваешь. И ровненько, ровненько по этому самому, да, по краю. Исключается перья. Да, исключается перетяжка, и получается очень ровненько по самой, ну, ниточке, да, ты натягиваешь, я уже не первый раз натягиваю так, работы, даже большие работы. Это что-то новенькое, да. Зато считаются вот такие работы, которые, например, надо сохранить надолго, ну, те же сэмплеры с шелком, их надо как раз сделать с подложкой тканевой, чтобы они не прикасались к картону или к органитам, когда они сохраняются на века. А у меня сейчас как раз девочки спрашивали, что я хорошо придумала, типа там сзади сделала, у вышивки это, а я говорю, наверняка есть какие-то правила, потому что там я бы только вот просто, а вот оно как на самом деле правильно. Ты хорошо сделала, потому что я взяла, видишь, светленькую, и она мне фон не отменяет. А если бы ты сделала целиком зеленую подложку, у тебя бы фон поменялся. А, да, 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 наверное. А здесь, в принципе, любая вышивка без дырок даже, она должна тоже ложиться на основу, на хлопковую или на льняную. Точно так. Если надо сохранить дорогая вышивка, например, дорогими материалами сделана, да, то тогда надо это самое вот так делать. Это вот я говорю, я прочитала в книге «Королевская вышивка английская». Они же там шьют вот эти все шерстью, чтобы это все не сгнило и не соприкасалось с картоном там, ну, еще с чем-то. То вот таким образом надо натягивать вышивку. А я натягиваю просто прямо на, ну, вот этот, кто, ДСП, ТЛДВП. А Юля мне тогда еще говорила, что плохо, потому что там выделяются уже какие-то смолы, вещества, она же химия. Откладывать, и очень удобно, ты бы здесь приклеила, тебе не надо ничего выравнивать, а здесь ты спокойно пришила. Причем не обязательно, чтобы там был какой-то особый дорогой лен, просто. Нет, это я у меня, например, какой-то сэклер натянут, я взяла просто бязь какую-то. Да, да. Обычно, только надо обязательно постирать, чтобы она села. Да, чтобы она села, все, и ПВА, клеим ПВА, ты приклеиваешь ткань. Ну, только надо вот оставлять, да, чтобы потом пришивать, чтобы она не вся приклеилась. Было за что зацепиться. Да, чтобы было, потом спокойно иголочкой пришивать. Я бы не вышивала. А где многоножки? Да вот, посмотри, какие. Это я прям не могу. Ой, а вот это самая такая, самая прикольная, да. Я вот этих насекомых купила. Вот эти красивые, очень, бордюры красивые. Ой, да, 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 очень. Это напоминает этот второй зубов, вот, да, вот, качатки шьешь. В стиле, да. Да, похоже. Я купила себе эту раму. А, это Гудстич, да? Гудстич. Я не помню, какая у меня. Это метровая. Я что-то ей не пользуюсь. Я не пользуюсь, почему-то. Я взяла ее, чтобы шить мандалу, но я теперь боюсь заворачивать. Вдруг у меня там все оторвется, бисер и так далее. Да, 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 они шикарные. Они все равно цветы, правильно? Когда поменяется каждый, поменяется все. Потрясающие слова. Вот умеют люди подбирать надписи к своим вышивкам. Я не умею, мне нужен какой-то сборник специальный. Нет, я думаю, что нет. Нет, даже это красный не хватит. И синий, и не хватит. Три матроса. А, нет. Нет, потому что четверок матроса у них так и коричный. Вот это все на зеленое. Да. А я там не зеленое. Это шелком, конечно. Ну, все, начинай. Я считал тогда, что... А попугая, вот эта вот, попугая от хруса. Да. Я вообще придумала, что не надо ничего писать. Надо только взять там внизу вот эта вот загогольная с цветочком, перевернуть ее и сверху тоже сделать. И можно даже ее сделать, как салфетка на стол будет. Не знаю. Так, это фрактур... Фрактур птички от Plum Street Samplers, если я еще не забыла. Тоже... А это Кати Беррик наш, любимая. Блэк Беррик дизайн, Тереза Кокот. Тереза Кокот, судя по почерку. Тереза Кокот, судя по почерку. У меня уже 4, и еще один я заказала. Я думаю, я пока не вспомнила. А вот, и решить. В Гринберге. Я же хотела, но как-то было зеленым шури. И все вот возле него вот так стояли. Единственное, что наши... Вот эти голубые будут по-другому. Нет, можно зацепить на 40-ом. Если брать, вышивать DMC в 2 нити. Не стирать. Но если на 40-ом. В одну шов, траву они будут от блески. На 36-ом можно. У нас уже по 4 мотка, осталось лучше купить еще 3, чем ткань искать. Зеленкие покрасили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это же санфлауэр, но вижу их подчерк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А почему две работы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Да, это Викс. Ой, кролики. А я вам хорошо скину. Видео смотрели? Да, смотрела. Надо его еще раз пересмотреть. Я хотела его посмотреть. Сейчас. Да, какой он. Он даже не какой-то обводка. Какая-то обводка. Цепочечка. Вы какой телефон хороший цвет. Ирина, мы эту схему забрали, девочки. Ну, позбираем. Мне не жалко. Ой, а что, одинаково? Да, смотрите, как интересно. Вы как сегодня много принесли. Ага. Лени, повезло. Сегодня прямо отвал башки. Это мокка. Правильно? А у меня есть тоже такая схемка. Да, да, да. Ой, какая длинная. Это просто DMC вышивается. И есть очень. Видишь, как я тут это так? А вам надо съемать ленту. Ну, я вышью, потом продам ее, конечно. Да, продай мне. Я Ирина Менинкова, я в тебе подписана. Ага, хорошо. Мне даже не писали. Да, вы что-то на итальянку похожи. Тарин на всех. Может, помнишь? А я один лава размер. Это из-за того, что ткань большая, да? Вот это что за фрильм. Нежненькая. Подушечка, наверное, будет. Ну, какая она. Нежная, нежная. Лена, а ты сбрось их в чат. Видите? Фотографируешь. Ну, я видео снимаю, да. Тоже вот это красивая птица. Чуть-чуть МКш. Что это? А, Марина, наверное. Какая она, много, как мне удобно. Вот этот вот флизелин. И мне... А я все капот, да. А все, кто шьет, кстати, делает. Что-то я не помню. Единственное, что... Марина, она же приносила свои работы. Были эти. А это недооборвленные, видимо, поэтому она их... Да, не забыли. Вот. Тоже интересно. Вот. Прямо ткани такие. О. Не, ну тебя ж покупали, что-то еще. Ну, все. Прямо покупали. Ну, готовили. Это не так, что. Прямо, не приезжая. Мне понравится цвет. Я, конечно. Интересное, что я уже сделаю. Да, да, вам я исключительно. Смотрите, тут ваш раунд. Много. У меня на свой какой. Отличный, как я не сприте. Мне вот это нравится. С днём рождения, дорогие родители! Это как у нас кто-то говорит, о божечки, кошечки! Птички! 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 Блэкбёрдс! Вот такую схемку я хочу прям вышить, вот эту. У меня есть она, мне нравится, да. Мило! Смотрите! Милее! Здесь обалденные! Это что-то Марина! Да, она кладет! Сколько она вышивалась! Вот такая красивая! А это чьё-то бабло! Я просто фотографии делаю, так что не боюсь! А это на самом деле зелёный и розовый, поэтому так кажется. Эффект, как будто они фиолетовые сразу. А мне, конечно, розовый и зелёный. Вот я не вижу фиолетовые. А я вижу, вот через камеру они такие сиреневые, да? А на самом деле это тёмно-зелёный, изумрудный такой и розовый. Вот это тоже мне всегда нравилось. Эффектное. Таня, что такое вышивание? Таня, что такое вышивание на чушку? Ну, ты что? Да! 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 Красиво, ярко! Ммм! Это прямо, как это, гордость и предубеждение. А это американский патриотический. А, с флагом, да. Нет, помимо. Девушки, очень. Ничего, очень. Ничего, очень. Очень, Марина здесь. Одна там Марина, одна моя. Нет, у нас таких нету колхозников-то. А, колхозников? А, конечно. Ушивает отдельно, да? По-моему, нет? А, нет? А, нет, смотри. А, смотри. Слышка, не спеши. Вау! Вау! Это календарь. Какие цвета. Это не календарь, я думаю, это календарь. Птичьи календарь. Какие цвета. Вот это уже было. Но это не ее, по-моему. Это Юлина. Вот это Юлина. Ой. А вот это основное включение. Семплер, который будет состоять из кусочков ткани. Да, да, да. Гарденклап это. Семплер, который будет состоять из кусочков ткани. И это будет просто красный. И это будет просто красный. Красивый. Вот. Да. А я остался прямо. А в зиме? 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 Субтитры подогнал «Симон»